Привет, меня зовут Евгений Черви, я художник из Бишкека, Кыргызстан. Меня зовут Ульвия Насип, я художник из Баку и Азербайджана. Меня зовут Андрей, я участник группы «Худкосмачно», дизайнер-художник из Беларуси. Меня зовут Ая Шалкар, я художник и дизайнер из Казахстана. На данный момент позируюсь у себя в городе Алматы. Меня зовут Саша Корбан, я художник, родом я с маленького города Кировска, Донецкой области. Меня зовут Михаил Пашков, я живу в городе Ташкент, в столице Узбекистана, и я занимаюсь граффити и дизайном интерьеров. Если честно, я в детстве мечтала стать хирургом, но мой отец, он писал маслом, это было его хобби, и я в процессе, как практически каждый день наблюдала за его работой, и поняла, что я хочу этим именно творчеством, живописью заниматься, и на данный момент это дело моей жизни. Сложно сказать, кем я мечтал быть в детстве, но вот где-то в более осознанном возрасте я понимаю, что я хотел стать какой-то медийной личностью, каким-то артистом, там, певцом, музыкантом выступать на сцене. В детстве мне нравилось что-то создавать руками, сидеть самому, придумывать какие-то, не знаю, каких-то персонажей, рисовать, просто оставаться одному дома и создавать какой-то свой мир. С самого детства я была близка к творчеству, к миру искусства. Конечно, сама профессия поменялась со временем, в какой-то момент я хотела быть фэшн-дизайнером, в какой-то момент просто художником, но в итоге меня по профессии занесло именно в дизайн. В детстве я мечтал стать футболистом, я мечтал стать вратарем, я занимался в спортивной школе. В детстве как таковой мечты у меня никогда не было, но я всегда что-то брал, брал игрушки, их ломал, переделывал, много рисовал, естественно. Ну и это, наверное, повлияло на то, чем я сейчас занимаюсь. Ну и это, конечно, меня fly в директору не понимался. В школе и withdrew это, в школе, интернет-магаз integrated 해� forthми. В школе, в школе и fastenенном, это война. Мы учали, что фуasons модзерный doing гон Miaver el-карст. Я думаю, что это очень круто, что мы начали с первых лечения, университеты с комитетными, конкурсы иruktации. с двух-трех баллончиков краски. Было огромное желание расти. Какого-то переломного момента, чтобы я принял решение, что я художник, в моей жизни не было. Все как-то происходило постепенно. Впервые я увидел граффити в журналах, по телевизору, в телепередачах. Мне просто хотелось рисовать на стенах, и я даже особо не задумывался о том, что это, зачем это. Просто делал, и впоследствии как-то я начал двигаться в этом направлении и стал каким-то стал. Решила дебютировать, так скажем, в мире искусства с помощью своего дипломного проекта. Это был проект «У правах женщин в Казахстане» АЕЛЬ, очень близкий мне. На сегодняшний день я работаю, я пишу в стиле абстракции. У меня работы есть абстрактные, есть модем, есть импрессионизм. Мы делаем интересный интерьерный заказ, например, и также мы начинаем готовиться к новой выставке, которая, я надеюсь, состоится весной. Рисую муралы, рисую индор-проекты, холсты, часто провожу воркшопы с детьми, сотрудничал с ЮНИСЕФ, с ООН. Стараюсь делать какие-то мероприятия, выставки здесь, в Бишкеке, и плюс максимально стараюсь участвовать в зарубежных проектах. Даже когда нету какого-то финансирования, я стараюсь находить свои средства, потому что это очень важно, коммуникация, общение, узнавать какие-то новые пути развития новых людей. Наверное, чем я действительно горжусь, это то, что я мечтал когда-то в юности заниматься тем, что я сейчас делаю. И вот у меня получилось, и у меня получилось, я уехал, я ушел из шахты, я уволился, я бросил все и начал заниматься. У меня было 4 персональные выставки, плюс я участвовала в фестивале Арт-Багар, также мои работы находятся в частных коллекциях в Париже, Берлине, в Лондоне. Когда я вижу какую-то сделанную мною работу, да, спустя время, я понимаю действительно, насколько это классно и интересно, то есть, ну, я очень самокритичен, но при этом, как бы, есть какие-то вещи, которые меня радуют и вдохновляют даже вот мои же работы, ну, которые меня заставляют думать о том, что все это не зря. Даже те же самые выставки, которые происходят в Бишкеке. Мои мотивы творчества, это, ну, я бы сказал, там, есть пара таких направлений, то есть одно, то есть ты по какому-то велению, там, души, вдохновению, какому-то впечатлению, ты просто, тебе хочется создать какой-то объект, ты что-то видишь, тебе хочется как-то отреагировать, с этим взаимодействовать. И второй момент, например, просто я иногда смотрю вокруг и вижу, что, как бы, в городе, там, чего-то не хватает. Вот, как бы, мне кажется, что никто не обращает внимания на, ну, какую-то определенную, там, сферу деятельности. Главная мотивация, то, что я занимаюсь любимым делом, не работаю ни на кого, работаю сам на себя, получаю от этого удовольствие. Стараюсь находить в обыденной жизни моменты полной цвета и динамики, и, естественно, стараюсь передать их через свои картины. Мотивирует быть лучше сегодня, чем вчера, чем быть лучшей личностью. И, соответственно, мои рисунки будут становиться лучше тогда. Я создаю объект своими, физический объект своими руками, и в каждую картину я вкладываю частичку в себя. Поп-арт, так, как делаю я, не делает никто в мире, но вот именно это моя штука, которую я, там, придумал лет 10 назад, и вот сейчас она, там, вышла на новый уровень, как мне кажется. У нас в стране, я думаю, главные сложности творческих людей заключаются в нехватке технических ресурсов, нехватке узких специалистов, именно в сфере производства, реализации идей. Было бы здорово, если бы эта отрасль развивалась, и мы могли наши идеи реализовывать практически и более эффективно, и как-то легче. Здесь как-то дышится по-другому, и вообще человек здесь себя иначе чувствует. Ну, вот, не знаю, там рисовать, например, граффити на поездах, здесь, это немножко другой контекст, как бы, мне кажется, что это как будто бы неподходящее для этого место. Но, с другой стороны, еще здорово, ну, и тоже это интересно, что здесь просто мало какого-то визуального контекста, то есть то, что ты делаешь, ты, возможно, сделаешь, ну, люди увидят это впервые. Каждый художник мечтает о признании о том, чтобы его работы приобрели значимость для людей. Я мечтаю быть более организованным, научиться как-то распоряжаться своим временем. На самом деле много вообще идей, много предложений, постоянно что-то происходит. Просто как-то научиться уделять этому должное время. В первую очередь, мы хотим улучшить аксессуары, декоративные нюансы, и мы хотим улучшиться. Если в творческом плане, то, наверное, стать более лучшим художником, чем я сейчас являюсь. А если в глобальном, то, наверное, чтобы все люди были счастливы, не было войны. Вывести казахстанское современное искусство и дизайн на мировую арену и популяризировать нашу культуру. Как можно больше развиться в новых делах, не связанных с тем, чем я сейчас занимаюсь. То есть мне интересно многое, и я стараюсь постоянно развиваться, что-то для себя новое открывать, что-то читать, смотреть, так скажем, обогащаться. Ну, я, наверное, мечтаю о какой-то свободе перемещения, творчества. Как бы не зависеть от каких-то границ финансовых, там, не знаю, территориальных. Все, что мне нужно, это уединенность, чтобы творить в кайф. Все, что мне нужно, это время, идеи есть, осталось только их реализовать. Все, что мне нужно, это заниматься любимым делом, чтобы отвлечь окружающих от серой рутины. Все, что мне нужно, это свобода. Все, что мне нужно, это решимость, чтобы добиться своих каких-то целей, там, идей, задумок. Все, что мне нужно, это любовь, краски, холсты, чтобы остаться в памяти у людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok